здравствуйте друзья звонок по переадресации вашему вниманию ну здесь я как говорится некий психологический такой трюк использовал когда я понял что он спрашивает телефон клиент естественно я так набегу быстро ответить на этот вопрос не смог бы ну и не в этом дело просто я уже давным давно заметил что им надо сделать кинуть некий вызов и тогда самые бездарные из них вместо того чтобы быстренько скинуть разговор начинают лезть в бутылку ну и вы конечно же сейчас услышите что из этого получилось слушаем о алло алло я слушал вас здравствуйте здравствуйте ангелина дмитриевна знаете да я ее знаю да я знаю и кто спрашивает она кем вам приходите меня зовут один фёдорович противника я сотрудник коллективной компании а у чихо это вид посолидейшн нам звонить по получению компании фиратум рашин какой компании а по поручению какой компании и разум рашин говорите я старший брат ее старший брат вас как зовут дмитрий евгеньевич дмитрий евгеньевич совершенно верно потому что я двоюродный брат а вот сейчас ваших коллекторских агентствах еще дети маленькие работают да я слышу фоном кричит ребеночек я не знаю что услышите на насчет у меня наверно галлюцинации да нет а вот я вам сказал я двоюродный брат поэтому отчество разное зачем тебе это дружок мне скажи номер телефона свой сотовый я тебе перезвоню и мы с тобой поговорим почему почему ответь мне на простой вопрос тебя это унижает и люди отри головы вы называть множеством числе какое право имеешь звонить куда-то что-то там условия какие-то ставить еще теперь на работа какую другую сторону либо выбери другую работу достойную а не звонилка и попрошайка бесполезно а что тут достойного объясни мне хотя бы в двух словах что достойного в том чтобы искать возможность нарваться на какого-нибудь неуверенного себе человека и ободрать его на деньги я не понял вообще в контексте вот этого заявления причем здесь твоя работа и уверенность моя я допустим себе уверен в своей жизни уверен а ты чё делаешь ты чё делаешь какую-то пользу людям приносишь скажи мне дружок да я помогу потому что я юрист я юрист понимаешь и как ты предполагаешь своим ущербным умом так не помогают да ты-то откуда знаешь смотря с кем понимаешь если попрошайка бесполезный то я буду так разговаривать потому что другого ты не заслуживаешь вот и все да вот так вот вот и все демонстрация этого ролика собственно несет в себе целью показать как можно быстренько оставить за собой последнее слово получить удовольствие от переговоров с коллекторами для тех кто недавно на нашем канале я рекомендую подписаться на наш канал и разобраться все таки кто такие коллекторы и как с ними себя вести этот канал полностью вам откроет глаза на происходящее событие если вы до сих пор еще боитесь коллекторов либо не понимаете почему все так происходит все так устроено почему вы вынуждены отдавать последние деньги и никто не может вам дать четких объяснений что скажем так это ненормально многие из вас думают что это в порядке вещей и вы во всем виноваты нет друзьям и ни в чем вы не виноваты не нужно себя ленить осуждать и пытаться из последних сил выцарапать какие-то деньги система банковская устроена так что вы даже если очень сильно захотите даже если приложите все свои неимоверные усилия даже сверхусилия большинство людей большинство подавляющее большинство должников не смогут отдать деньги потому что этих денег не существует в природе те деньги которые выдают банкиры их физически просто нет вам выдают виртуальные деньги еще и требуют отдать их с процентами но только лишь с одной небольшой разницей выдав вам воздух банкиры требуют назад настоящие поверьте банкиры понимают что физически с вас ничего не получить то есть у них нет денег от живых природе так в таком количестве и основная задача банковской системе системы это создать в людях полную зависимость то есть человек должен стать безвольным рабом системы ощущение должника ощущение в себе того что ты всем вокруг должен идеально выполняет эту задачу создание человека послушного раба члена стада то есть особь которая не привыкла думать а привыкла подчиняться идти за пастухом туда куда скажут эта система друзья мои но любой из вас из этой системы совершенно свободно выйти может то есть это не безвыходная ситуация на самом деле законы существуют не для банкиров а для самих граждан и чтобы с ними разбираться их них нужно вникать и уметь с ними работать ну либо прибегать к помощи людей которым это в профессиональной сфере приходится делать и они за это получают деньги один из примеров компания алиам как устроена работа компания алиам вы можете узнать пройдя по ссылке расположенной в описании любого ролика на этом канале в том числе этого и на сайте выложена видео презентация как и что мы делаем для наших клиентов сколько это стоит какому результату мы приводим клиентов самом деле результат это комфортный платеж либо создание для банка условий когда банку выгодно отказаться от претензий но слово банк это а скажем так обобщенная обобщенный термин на самом деле мы работаем с микрофинансовыми организациями и с частными расписками но и с банками с любыми кредитными учреждениями поэтому пожалуйста не поленитесь если вам нужна помощь кредитных юристов специалистов в своем деле пожалуйста посмотрите видео презентацию на нашем сайте ссылочка на сайт в описании этого либо любого другого ролика ну и конечно же подписывайтесь на наш канал с вас лайк за этот ролик если конечно вам понравился и самое главное поделиться не забудьте и пост соц сетях и этот ролик другой ролик ссылка на наш канал тем самым вы дадите возможность еще большему количеству людей открыть глаза на все происходящее и подписывайтесь на нашу группу вконтакте ссылочка на группу в описании ролика с вами был Кузнецов Дмитрий центр юридической защиты компании АЛЯМ всего вам хорошего до свидания а а